В мире нет ли рецепта лучше, будь со спортом неразлучен. Этот рецепт здоровья знает каждый, но одного знания мало, надо применять его на практике. Поэтому жители нескольких домов по улице Свердлова, где год назад появился сквер мечты, приняли участие в состязаниях «Мама, папа, я – спортивная семья». Далеко ходить им не пришлось, ведь проходили соревнования прямо во дворе. Я пришла с работы, с девятого этажа спустилась пешком на первый, дочь учила речевку, мы придумали девиз и четверостишь я. Мы спортивные, любим движение, мы только за победу. Для состязаний есть все, что нужно – спортсмены с нашего двора, их воля к победе и, конечно, оборудованное место для соревнований. Лот назад депутат по местному округу Наталья Красильникова предложила жителям обустроить сквер с площадками для отдыха и спорта, активно помогала реализовать проект, пригласила неравнодушных людей. В частности, Балаковский филиал АО «Апатит» выделил средства на благоустройство сквера мечты, а заместитель председателя областной думы Ольга Балякина профинансировала строительство полосы препятствий для детских соревнований. Там-то и развернулось основное действие. В борьбу вступили 11 семей. В каждой команде по три человека – мама, папа и ребенок. И в состязаниях они не только мышцы укрепляли, но и родственные узы. Организатор состязаний – некоммерческая организация «Дрост» Балакова, как и вся компания «Фусагра», выступает за семейные ценности. Сегодня устраиваем праздник детям. Никаких штрафных баллов. Самое главное, что ребенок пробежал, почувствовал руку папы и мамы, а потом в конце они все получают подарки. Призы очень хорошие. За первое, второе, третье место призы выделяет компания «Фусагра». Помимо призовых мест, всем детям подарок они сделали, еще семье плюс подарок делали. Самая большая ответственность в этих соревнованиях легла на плечи маленьких участников. Преодолеть две полосы препятствий – это вам не конфетку съесть. Особенно, когда боишься высоты, а ноги постоянно цепляются за ступеньки. Давайте их поддерживаем, они ведь самые первые, им так трудно. Родителям тоже придумали задание. Мамы прыгали на скакалке. А так можно? Папы демонстрировали силу, поднимая 16-килограммовую гирю. Устали? Не могу. А затем каждая семья напрыгала в зачет по паре метров. Понятно? Понятно. Организаторы мероприятия уверены, такие спортивные праздники должны стать традиционными, ведь сквер-мечты для этого отлично подходят. И ребята с этого двора, конечно, будут долго делиться впечатлениями от соревнований. Мы помним какие-то прекрасные моменты, буквально пару минут назад обсуждали горячую картошку, которую запекали в костре и ели ее. То есть все были чумазые. Это одно из воспоминаний. У кого-то это другие, там, не знаю, деревни, дачи. И хочется пожелать, наверное, вот тем участникам, которые есть сегодня, чтобы у вас в воспоминаниях остался именно этот праздник. Очень любим наш двор и очень любим Фосагра, который устраивает нам постоянно здесь праздники. Хорошо. Молодцы, что такие вещи делаются в нашем городе. Калорий в этот день было потрачено немало, но это не страшно, ведь каждая семья унесла домой большой торт. А семьям, показавшим лучшие результаты, вручили еще и призы от Фосагра. Сквер-мечты после соревнований не опустел. Он с недавних пор стал местом притяжения для жителей Большого двора, как и мечтали. Пойдем туда, смотрим.